Ребята, всем здорова! Всем здорова, мужики! Это Денчик. Смотрите, значит, мы решили с Денисом снять видос Шесть признаков Скрытых признаков простатита Мы сидели на холодной земле на газончике в парке Питерской И подумали, не снять ли нам видос про шесть скрытых признаков простатита Вова уже начался, у меня грядет Так что актуальная тема На самом деле видос Шесть признаков, шесть скрытых признаков Того, что это грядущее лето Ты проведешь без девушек или без девушки И ничего не поменяется в твоей жизни Почему скрытых? Потому что о явных признаках Мы уже сто раз говорили и сто раз говорили А сейчас будем выявлять то, что ты даже не осознаешь Или не осознавал То, что сидит в глубине То, что на первый взгляд кажется неочевидным Сейчас мы это все расскажем Мы хотели бы Я лично хочу посвятить тех особо понимающих людей Которые по поводу прошлого видео написали много интересных комментариев Собственно, это видео нас Это нас и вдохновило на видос По поводу тех девушек в халатах Которые откровенничают на предыдущем видосе Если ты еще не смотрел, обязательно посмотри На самом деле там вроде бы как все было очевидно Было понятно, откуда они у нас появились в нашем зале Смотри, я еще сто лет назад разговаривал Вернее, говорил про алертность Вот эту, которую Кастанеда описывает Готовность к действию Что волк идет по лесу Такой расслабленный, на релаксе И видит добычу или жертв Или там врага И начинает ускоряться, короче Либо туда, либо от него То есть это вот так называемое состояние алертности Постоянной готовности к действию Причем при том, что ты в целом, в общем, расслаблен Это то, по-хорошему, к чему должен прийти каждый начинающий пикапер Там, соблазнительный, прости господи Тот мужчина, который хочет найти себе женщину Вот, и там история следующая Действительно, мы вели тренинг, как ни странно Действительно, мы вели его в отеле Такое происходит Вот, это был пятак в центре города В котором мы периодически проводим наши мероприятия Были открыты двери, потому что сильно пованивало мужской энергетикой Да, то есть, как-никак большая компания сидит людей Вот, и что происходит? Мы видим, как по коридору идут девушки Которых потом было еще больше, как оказалось Да, то есть, ну, большее количество мы уже не посадили Которые в халатах, в полотенцах на башке Очень интересная картина В тапочках куда-то они вниз собрались Мы смотрим на них, они смотрят на нас Причем вниз можно пройти намного более простым способом Но, как это часто бывает Вот, реально это мужская энергетика девушек притягивает Ну, в этот раз она проявилась именно так Вот, девчонки в халатах проходили Проблем с тем, чтобы пригласить их не случилось Поэтому, собственно говоря, история такая Девушки оказались определенного склада мировоззрения Ума определенных личностей То есть, таких, которых сейчас Особенно в столицах, я имею в виду там Северную И особенно в нашу главную столицу Москву Таких девушек достаточно много Вот, и у них Я бы хотел пару прям слов про их ценности сказать То есть, у нас С ними немного разные ценности, ребят То есть, к чему это? Вы начали там агрессировать и так далее Мы сейчас расскажем про эти признаки обязательно Но, собственно, что агрессировать? В жизни бывает всякое, да? В жизни есть разные люди И в жизни есть и девушки, в том числе, с разными ценностями Есть какие-то Пусть он зарабатывает 30 тысяч Пусть там, не знаю, лишь бы он меня любил С миром лайф шалаше А есть такие, у которых большие запросы, амбиции и так далее Но, в принципе, от природы женщины Она менее способна к зарабатыванию денег Чувак этот пизданулся Пьяный, смотри Это Питер, здесь холодно И здесь падают люди Падают алкаши Она меньше приспособлена к зарабатыванию денег Поэтому некоторые из них особо-таки выживаемые Они придумали, как с помощью своего пирожка С помощью своих женских прелестей Пробиться в жизни, получить то, что они хотят Они по-своему предприниматели Они делают то, что они могут делать Кстати, по поводу того, что не составило труда их туда позвать Не составило труда, потому что их звал Юра У него есть уже навыки У него есть харизма И он, собственно, это сделал Я не думаю, что для каждого парня это не составило бы труда Да, самое интересное, что... Ну, как бы... Это как раз разная реакция Мы их раскусили практически сразу Кто они и чем они там занимаются в этом отеле Но зачем... Вот есть разные модели победения Можно по этому поводу агрессировать А можно максимум для себя пользы из этого извлечь Мы, как минимум, ну, проявили неплохо, там, час этого времени Это нормальная мужская черта В принципе, вон этот Lamborghini, как он, джип-то Урус 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 Да, то есть это нормальная мужская черта Когда мужчина использует какие-то возможности, да То есть, соответственно, чему учат пикап в моем понимании, да То есть мы уже давно вышли от темы просто как присунуть телочки То есть в нашем понимании это еще и дает какие-то плюсы и бонусы по жизни Я сейчас пару слов договорю о ценностях и расскажем тебе эти шесть скрытых признаков О которых ты даже не подозревал То есть их ценности, этих девушек, такие больные, нездоровые, на мой взгляд Они полностью материализованы Понятно, что в наше время всем хочется жить хорошо Но особенно вот этой молодой девушке мозг засрали, что там, купи мне кофе, я пойду с тобой куда-то То есть, в принципе, с такими ценностями вряд ли, наверное, получится у девчонок Ну, дай бог им, конечно, построить какие-то хорошие отношения, теплые там, семью, поддержку Детей, собак, кошек, то есть и так далее Это никуда не ведет ни к чему хорошего Вот, и, собственно говоря, о материальных ценностях, да, они почему вредны? То есть, конечно, нужно стремиться к лучшему Но если твои ценности исключительно базируются на материальном То получается такая фигня, что как только ты будешь, даже если ты будешь очень богатый Он ездит на этой ламборгини руслом или урусом Но будет какой-то чувак, который, сука, в эту тусовку, в которую ты пришел потусить Прилетел на частном самолете или на яхте Наверняка, Денчик, я бы на твоем месте одел какую-то просто Да нет, я бы ее был Наверняка ты будешь чувствовать себя, ну, не очень хорошо То есть, вот этот консимеризм, он тебя доконает Потому что ты сейчас ездишь на ламборгини Завтра выйдет новая модель Ты подумаешь, блядь, мне нужна новая модель, потому что я что, как лох? И так далее Это ни к чему хорошему не приводит Итак, ребята, вот эти комменты к прошлому видео на самом деле и сподвигли нас на этот видос Слушайте и смотрите внимательно Значит, как понять по определенным скрытым признакам Что это лето, которое грядет, оно будет вами в очередную просрано И вы рискуете, имеете все шансы остаться без девушек и без девушки И просто смотреть на эти короткие юбки, красивые ноги Не проебанное, а продроченное, я бы сказал Мы опять ругаемся Первый пункт это агрессия То, что мы видим в комментариях, то, что мы часто видим на практике При взаимодействии с парнями То, с чем они приходят вот с самого начала к нам Очень часто проявляется именно агрессия в сторону девушек Смотрите, ребят, то есть, вот эти комментарии Ну, понятно, что комментируют с негативом и всем прочим Ну, конченые ублюдки, да? Потому что есть люди, которые критикуют и есть критика Критика, она направлена на Еще раз для таких критиканов Хочу напомнить На улучшение Ну, то есть, там, чуваки, сделайте что-то со звуком Ублюдский звук Все понятно, да? То есть, на улучшение Шамшурин сбросишь жир, ты уже там, не знаю В ворота не влезаешь и так далее Но когда Начали поливать грязью вот этих девиц Которых я первый и последний раз, надеюсь, вижу Как бы Это очень глупо Это очень выпаливает вас, ребят То есть, агрессия Это первый признак Если вы поймали себя на том Что вы идете по улице Видите красивую девушку Там Она не с вами Или она вам отказала И вы агрессируете в ответ Либо вы видите ее на чуваком С чуваком на ламборгини И у вас есть агрессия Это говорит только Только о том, что вы злитесь Потому что у вас нет возможности У вас нет доступа Поэтому вы так агрессируете Поэтому замечайте обязательно это за собой Это работает во всех сферах Также там в деньгах Если ты видишь более успешного парня Там, а, да он там наворовал у него Родители богатые Это признак того, что тебе как раз нужно развиваться в этой сфере Самый хороший признак Если тебе вдруг где-то щеманул яйцо Ну, конечно, значит, именно туда тебе и надо копать То есть, я хотел бы сказать этим комментаторам И всем остальным Ну, это видео не для них А для тех, кто все-таки подумал Блин, может что-то не так с этими девками Как бы, да? Или с этими парнями То есть Если бы каждому из вас Вот ответьте себе честно на вопрос Да, там Две красивые Но они были симпатичные довольно-таки Если их еще там накрасить Нарядить и так далее Если бы каждому из вас Две классные девчонки Не важно, что они там С такими ценностями неправильными И так далее Сейчас весна у всех там чёс Они предложили бы вам заняться сексом Вот Скажите честно Вы бы отказались только потому Что они сидят и рассуждают О том, что мужчина должен зарабатывать Денечка, что у тебя с телефоном? Там миллион Миллиард Блин, ну у тебя там батарейка садится Или что-то еще Хотя может быть так Перезагрузи Вот, смотрите Значит Если бы вам предложили Вы бы по-любому согласились Ребят Вот по-любому По поводу агрессии То есть я вспоминаю себя Потому что Когда я был совсем молод Мне было лет 20 Там 18 У меня то же самое было К так называемым мажорам Когда мы сидели там возле Макдональдса На ржавой 99-ке Мишкиной там Или вообще пешком Я видел, как подъезжала молодежь Зарядицы, да? То есть на крутых дорогих тачках Такие все прям клевые Нарядные И я прям вот Помню этот момент Как я очень сильно агрессировал Я их критиковал То есть для меня Они все были со знаком минус То есть понятно, что там Они сами не сами заработали Не важно Но если призадуматься То есть почему ты агрессируешь? Потому что ты не можешь Себе этого позволить Второй момент Еще более важный Если ты Например, ну Хочешь этого Ты же хочешь так же жить Такую же женщину Таких же женщин Не знаю Пусть даже ради секса Такую же машину И так далее И ты туда агрессируешь То есть если вот прям Перечитать немного Не знаю Зеланда Кого угодно Какого-нибудь чувака Который там Про какие-то энергии Вы можете верить Можете нет Я считаю, что они существуют То получается, что ты Агрессируешь в сторону Того, что ты хочешь Да? Где логика? То есть ты ни хрена Никогда не получишь Что? Ну, как бы В сторону чего ты агрессируешь Да? Поэтому, ребята Первый признак Если вы ловите себя На агрессии В сторону того Что у вас что-то Не получается с девушками Или какие-то вам там Не дают Не смотрят И так далее Стоит призадуматься Какой второй признак Дэнчик? Второй признак Это самообман Когда ты Опять же Наебываешь сам себя Строишь какие-то Умозаключения Которые Абсолютно Не соответствуют С реальностью Ну и собственно На это мешает тебе двигаться О чем Более по фактам О чем Ну то есть смотри В чем выражается Чаще всего Самообман Из моего опыта Когда я вижу Своих клиентов И тех Кто потенциально Приходит к нам Когда мужчина Видит какую-то Вот такую вот Девушку А-ля пафосную Во всяком случае Она так считает Она так себя подает И люди вокруг Так про нее и думают Это же все только У него в башке То есть он начинает Сам себя обманывать Из серии Что ой Кто я такой Ой наверное У него там Муж олигарх Там она Ей нужен только Чувак там На мерседесе На бугатте Прочее Прочее То есть он Обманывает себя В ту сторону Что он Наделяет этих девушек Совершенно обычных Если их отмыть Раздеть Там переодеть Не знаю Поставить в строй Они будут обычными То есть он наделяет Этих девушек Теми качествами Которые им не присущи Скорее всего Да и второе Он себя принижает В этом есть самообман Но есть еще самообман Обратный Про всяких няшек Расскажи про няшек Да Когда Вот эти девушки Которые сидели То что они транслируют Их там стереотипы Может быть даже Какие-то комплексы Это не обязательно То что будет происходить С ними в реальности То есть будет там Кто-то им кофе покупать Не будет Бывает зачастую Так что Это они себя самообманывают Короче Во многом Бывает зачастую так Что Ты себе Напредставлял Какую-то идеальную девушку Она такая вся миленькая Добренькая У меня будет только такая Да Правда будет Правда будет И потом происходит так Что это миленькая Добренькая Няшечка Там не знаю Девственница Которая посла овечек 18 лет Играет в лебедей В горах В горах Потом играет Я делаю это на фоне храма Ну как бы Уж извините Извините Да Сегодня Пасха Хорош Поэтому мы Красит яйца Своей губной помадой Зачастую бывает Именно так И причем Плюс еще бывает Так что Ты себе такую Напредставлял И ты Таким идеалом Ограничиваешь Свои действия То есть ты Когда видишь Обычную девчонку Либо видишь Какую-то Девушку Другого типажа Ты абсолютно Обрубаешь себе Все контакты с ними Нет Мне нужна Вот только такая Идеальная Поэтому Другим Я вообще Не буду подходить Да кстати По поводу Самообмана Вот этого Важного Второго Скрытого Который Многие Не осознают Признака Почему Как надо Над собой Работать Хотел бы Напомнить вам Вернее Вспомнить Такой случай У меня был Один из таких Клиентов На индивидуалке Давным-давно Еще Стасик Стасик Если ты смотришь Стас Большой привет Тебе дружище Стас Очень такой Милый Смазливый парень Короче На него Реально Девушки Обращают Внимание Но он Настолько Себя Самообманул Сделал пару попыток У него Не получилось И он решил Что эти девушки Любые девушки Красивые Классные Не для него Что он даже Когда он пришел Он говорит Я перестал на них смотреть Я в принципе На них не смотрел Другом По какому-то там Мероприятию Выставке Или где-то И друг говорит Стас Посмотри Они все На тебя смотрят То есть уже Когда он начал Проходить тренинг То есть появилась Какая-то мужская Энергетика Тогда он еще По привычке Продолжал не особо Смотреть на них То есть идти В каких-то своих мыслях Но уже сейчас Он говорит Блин На меня девушки Начали смотреть Поэтому То есть мне Его фраза запомнилась Он говорит Я смирился Я как бы уже Забил Да То есть что значит Смирился Ребят То есть если у вас Нет ног Ну или там Вы инвалид И когда все врачи Уже там 10-15 Вращений Израильская клиника Какая угодно То есть все сказали Чувак нет Ну как бы Ходить-то вряд ли будешь Да Или там Ну вот Извини блять Ну там руку Мы тебе уже обратно Не пришьем Да То есть тогда я понимаю Что наверное Для выживания Для того чтобы Принять эту ситуацию Нужно смириться В хорошем смысле Слово принятие Именно слово принять Да Не смириться С этим А принятие Потому что для мужчины Это тоже важный Какой-то пункт В жизни бывает Всякое ребята И тут момент такой Что Так аккуратно Пожалуйста Только не наступите Ладно Я вам буду Очень признателен Спасибо Вот А по поводу Вот того Что если сейчас У меня нет Девушек там Или девушки То есть у меня Что-то с ними Не получается Вы говорите Там я смирился Я принял Ребята Вы о чем Это же не ноги То есть вы Это можете Обратно поставить Аккуратнее Стойте Переступайте Тут растяжка Просто Чем взорвемся Оборудование Об съемке Оборудование На миллиард долларов Вот Поэтому ребят Если у вас Критерий Такой Денис Включи Пожалуйста Если у вас Две ноги Две руки И все на месте Ребят Не надо смиряться Вот этот вот Самообман Это был второй Признак Что будет Вероятность Провести это Лето в одиночестве Следующий день Денис Третий Третий признак Это подмена Ролевых ожиданий Когда вы пишете В комментариях И да Это встречается В реальной жизни Причем Время Все чаще Это какой-то Эпидемия какая-то Интересно Откуда он исходит Но это уже реально Какой-то тренд Когда парни пишут Почему Почему я Альфа Самец Должен к ней К ней подходить Каждой попавшейся Смелой Что-то там Физиономии И так далее Да Это по двум причинам Странная тема Во-первых Я хотел бы вас узнать Как по-другому То есть Ну понятно Где-то можно Там в компании Познакомиться Но если вот Какие бы у тебя Установки не были Вот ты сегодня Просыпаешься Идешь по городу Вокруг тебя Полно красивых девушек Блин Почему бы к ним Не подойти Почему нет Как это тебя Принижает В их глазах Или в глазах Общества По-моему наоборот У меня есть рецепт Смотрите Ребят По поводу Подмена ролевых ожиданий Это даже Наверное Громкое Выражение На самом деле Это всего лишь Самообман И отмазкой Алиби Да То есть Которая Позволяет себе Объяснить Что ну типа Я не подхожу к девушкам Не потому что я лох Какой-то там Лису там Или не могу Себя взять За яйца А потому что Я Кто И там Они должны Чувак Природа Так создала Вот хочешь Ты не хочешь Девушка Заправляйся Думаю Что она сейчас Тоже Штаны Будет снимать Как-то Толкаш Был Прецедент Хочешь Ты Или Не хочешь Ты Не знаю Но Природа Создала Таким образом Что это Голубь Бегает За голубкой Там Или что-то Еще Не знаю Тетерев За тетеревушкой Собака Мужчина За собакой Женщиной И так далее То есть Так устроен мир Поэтому Можешь Сколько угодно Биться рогом Что почему Я должен Почему я не должен Стань таким чуваком Как Месси Стань таким чуваком Как не знаю Путин Трамп Кто угодно То есть Тогда возможно Что будет Какое-то количество Женщин Не знаю Какой-нибудь Плюс Вова Приводит Каждый раз Пример Месси Но я всегда С ним спорю Я говорю Что даже у Месси Даже у популярных Чуваков Бывает просто У них У них Абсолютно Бывают Ситуации в жизни Когда им тоже Приходится Конкурировать Там с какими-то Другими парнями Когда Это не просто Там какой-то Город С Неймаром Короче С Неймаром Попиздились Такие Да я уверен Что если это Какая-то тусовка Футболистов Там даже У них Есть конкуренция За какую-то Ну да Если По сути дела Представить себе Такую оргию Там где Собрались Не знаю Там 100 футболистов На каком-то Футбольном съезде Самых крутых И какие-то Не знаю Там 100 топ-моделей То по-любому Какой-то из футболистов Останется без топ-моделей Плюс К этому Уже можно относиться Как к тренировке Когда ты просто Подходишь Набираешься опытом Потом Когда Выплывает Та самая Ты уже не будешь теряться Потому что Когда парни Такие альфа-самцы И потом Когда видишь Как они в реальной жизни Там Делают Нет У меня больше вопрос Если они пишут Эти комментарии Под видео Да То есть типа Да вы че Почему я должен То есть ребят Если вы даже так считаете Думайте так молча Потому что Когда вы пишете Это здесь Вы себя выпаливаете Просто Тут как раз По-моему На следующий пункт Смотрите ребят Пока мы не перешли К следующему Третий пункт Да То есть Третий скрытый признак Почему вы рискуете Провести это лето Без девушек В одиночестве Либо подбирая То что вам принесло Течением Он как раз в том Что Вот это подмена Ролевых ожиданий Если вы себя словили На мысли Почему я должен Значит ребята Вам как раз Пора лечиться От этой мысли Четвертый пункт Ребят Попытки Всем что-то доказать Да То есть Попытки найти себе Девушку Не для того Чтобы Наслаждаться этим Что у вас есть девушка Да Секс Общение Эмоции Отношения И так далее А именно для того Чтобы что-то доказать Есть еще сказать Дечик Да Это как раз То на чем Я остановился Если у тебя Все в порядке Если ты никому Ничего не должен Ты никогда Это работает Опять же Во всех сферах Ты никогда Не будешь Никому ничего доказывать Если у тебя появилась Потребность кому-то Что-то доказать Типа Вы не правы Вы делаете неправильно Вот я молодец Я сижу тут И не знаю Драчу левый Драчу правый Таких диванных комментаторов У нас очень много На самом деле Это за нами Это знак Это знак Что Что-то в этой сфере Все-таки тебя Тревожит Что-то в этой сфере Не в порядке С этим надо работать Хорошо Ему не надо Никому ничего доказывать Ребята И смотрите Весь парадокс И замкнутый круг В чем Что Для того Чтобы у тебя появилась Эта классная девушка Самая-самая крутая Хотя опять же Сейчас К тому что Это не самоцель жизни Это всего лишь Необходимость Потому что Либо ты гомосеком станешь Либо будешь Воздерживаться от секса Прости господи Сейчас таких тоже Движений полно И это тоже Объяснение Я считаю себе Почему у меня нет девушки Либо ты все-таки Я не могу Не будешь нормально Я не могу Подходить знакомиться Нет, я просто воздерживаюсь Я там целебан Да, я воздерживаюсь Целебан Смотри, если ты О чем мы говорили-то А, ты же смотри Если ты хочешь Найти себе девушку Чтобы доказать себе И окружающим Что ты крутой Это ошибка Потому что Чтобы ее найти Эту классную девушку Нужно почувствовать Что ты есть такой крутой чувак То есть Не в смысле стать Потому что Многие из вас Таковыми уже являются Просто это к слову О том, что к нам на тренинге Как некоторые думают Приходят там Какие-то лохи Отбросы общества Нет, чуваки Приходят разные люди Да, то есть От слесаря Согласен От сварщика И это очень круто Что ребята развиваются До каких-то предпринимателей Топ-менеджеров Там и так далее И так далее И так далее Спортсменов Бизнесменов Хоккеистов Пофигистов И прочее-прочее Поэтому Четвертый пункт Собственно был такой Если ты ловишь себя на том Что Кому-то Есть потребность Кому-то что-то доказывать Это знак Это знак Что В ростате Близок Так Сейчас Причем я пока Вова читает Я добавлю Что Мы этих парней Никогда Ни в коем случае Не загоняем Под один шаблон Там успешного Привлекательного мужика Каждый у нас на тренинге И слесарь И военный И бизнесмен Он ищет в себе Качества Которые Которыми он сможет Зацепить девушку Не ну тут смотри Да и тема такая Что Свои качества Иногда приходит Чувак Например Там какой-то Ну просто одетый Да там какой-то С такой прям Сельской прической Прической там Не знаю То есть Может быть Какой-то Гламурный чел Я Макса Артиста Сразу вспоминаю Макс Артиста С тебя Ну увидишь Большой привет 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 Вот И есть парни Которые Как говорят А нам и не надо Вот этих там Губастых Шмар Хотя Максу Надо было Макс Я надеюсь Что ты их получил Там сполна Да там Вот И соответственно Мы не будем Этому чуваку Как бы впаривать Вот эту философию Что ты должен Соблазнять Там каких-то Сисястых Губастых Писястых Он приехал Из своего Там Саратова Например Я хочу себе Найти девушку Да То есть он говорит Мне нравятся Те которые у меня В городе И для того Чтобы он мог Собственно говоря Легко выбирать И получать Те которые у него В городе Тех Да Ребята К вопросу Это мы сейчас ответили Что многим из вас Продали с экранов ТВ Вот эти там Сиськи Писки И так далее То есть и вы думаете А там есть будущее А потом вы будете С этими сиськами Писками сидеть Вот за столом Чай пить И они вам будут Рассказывать Там Я была в Сибири И мне купили кофе То есть Вопрос в том Что если ты хочешь Тело и мясо Ты его получишь Если ты хочешь Аккуратнее ребят Ладно Если ты хочешь Допустим Еще там Приятного собеседника Женщину друга Женщина поддержку Там и так далее То это уже другой образ Но причем Есть такой вариант Что можно пользоваться И теми И другими Это опять То с чего мы начали Почему бы Не взять и не выебать Такую тёлку Которую Купи мне кофе Не покупать ей кофе Взять ее выебать А не говорить Что бля Ты ты шлюха Я там Альфа Собейте бля Я это еще раз Возвращаю к тому Что если бы у вас Появилась возможность Заняться сексом С такими девушками Вы бы даже ни секунды Не думали Поэтому не надо Строить здесь Семь монахов Там шаолинского ордена Да Давайте смотреть Правде в глаза Вы видите Вот эту красивую картинку Бляющую жопу И секс В этом тоже Ничего плохого нет Как бы да То есть всему свое время Это тоже за нами Короче Ну слушай Сейчас примут Тут да еще совсем Гадут Вот эта целая банда Несколько камазов Самона Приехала нас принимать Вот Поэтому ребята Вы сами с собой Будьте честны Самое главное И пятый пункт Пятый скрытый Признак того Что Ну он уже более явный Того что Ты рискуешь Шателетом Пробыть один Он в пловем бездействий Чувак Я хотел бы еще раз Вернуться к началу Да что Девушки в халатах Как это они оказались Они оказались Очень просто Я говорил про эту алертность Да Открыта дверь То есть как это происходит Мы видим девок в халатах Прикольных Блин все У нас не возникает мысли Ребят То есть как бы Юра инициатором был Я увидел потом Шлюхи они или нет Шлюхи же они или нет Достаточно ли они зарабатывают А если они шлюхи То может быть нет смысла Их приглашать Они же в принципе Ну не женщины Они у них это А еще вот Я сразу спросил Рост не для них Кофе надо? А? Она такая Да Сука нет Не пригласим Нет ребята Мы не задумывались об этом Мы увидели женщин Мы их схватили Как и делает нормальный мужчина Как он делает Он видит девушку Которую ему нравится Он ее хватает А дальше уже разбирается Что ему с ней делать Поэтому это уже наверное Самый явный признак Что ни на есть Того что ты рискуешь Очередное лето Провести без девушек То что Да Все эти Ты бездействуешь Все эти Предыдущие пункты Они в общем На твою жизнь влияют А вот то что влияет Прямо в моменте Это как раз Пятый пункт Это бездействие В данную секунду Какие бы ты Опять же Там себе Жизненные Как сказать Философию жизни Не выстраивал С какими девушками Ты хочешь С какими не хочешь Если ты в данную Секунду бездействуешь Ты не идешь развиваться На тренинг Ты будешь ни с какими Ты не знакомишься С девушками Прямо в моменте То Ну Ты просрешь это лето И просрешь эту жизнь И шестой признак Ребят Наконец-то Скрытый Ну уже он скрытый Нескрытый Признак того Что вы рискуете Профокапить лето И побыть Пробыть в одиноче И опять пропустить Смотреть вслед Красивым девушкам В том что Если вы до сих пор Не оставили заявку На наш тренинг Практика Который стартует Уже 2 числа Это целых 4 дня Выходных Праздничных В городе Где куча красивых девушек Все отдыхают Гуляют Тепло Самые классные девушки В Москве 4 дня практики 3 тренера Несколько саппортов Огромное количество Попыток Коммуникации С женщинами Телефонов Номеров Свиданий Всего прочего Что вы дальше захотите То есть все это будет На этом тренинге Ребят и самый важный момент По поводу стоимости Со следующего потока Вступают в силу Летние цены Поэтому тренинги Наши дорожают И это отличная Последняя возможность Сэкономить бабла Есть еще целых 2 места Поэтому вы можете успеть Заявку оставляйте Под этим видео На сайте Всятвои.ру Впрыгивайте В последний вагон Этого уже уходящего поезда И не профокапьте Свое лето Есть что сказать Денчик Увидимся С мужиками Которые хотят развиваться Не строчить комментарии На тренинг Со 2 по 5 мая Москва Ребят Все вырубаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok